Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Android and Windows. Полезные советы. И сегодня я вам расскажу, как можно ускорить работу своего смартфона, работу любых абсолютно приложений на вашем телефоне, ну и в целом сделать так, чтобы ваш телефон работал фактически как флагман. В общем, выжать из него все соки, как из граната или апельсина. Шучу, конечно. В общем, настраиваем телефон на максимум. Итак, ребята, эти настройки есть абсолютно на всех смартфонах. Нам для этого не понадобится никакое дополнительное программное обеспечение. Просто делайте все, как я, и делайте внимательно. Итак, ребят, заходим сначала в настройки нашего телефона, после чего переходим о телефоне и на версии Android тапаем много раз. Так как у меня непосредственно MIUI, мне надо на версию MIUI тапать. Вы тапаете на версии Android 7-8 раз. И появляется надпись «Ура, вы стали разработчиком». Ну, я думаю, вы уже знаете, о чем я говорю. Так, возвращаемся назад и в поиске пишем «Для разработчиков». Зачем я делаю именно так? Потому что у всех разные смартфоны, и это меню может находиться в разных местах. Итак, ребят, заходим в меню «Для разработчиков». И здесь нам требуется найти пункт, который будет называться. Сейчас его найдем. Поиска, к сожалению, здесь нет. Поэтому придется немножко полистать, внимательно читая все, что тут написано. Так, ребят, называется он «Трассировка системы», поэтому ищем. Так, если пролистал, то сейчас вернусь назад. Да, да, скорее всего, пролистал, скорее всего, он где-то вверху. Итак, еще раз внимательно листаем. Вот, ребят, трассировка системы. Переходим сюда. И смотрите, самое важное, что здесь нужно сделать. Смотрите, сколько здесь настройщик. Но, повторюсь, просто так здесь ничего не нажимайте, потому что иначе телефон потом может работать некорректно. Повторяйте конкретно за мной. Смотрите, размер буфера для каждого процессора нужно поставить максимально. У меня это 65,536 кБ. Напишите, кстати, в описании, сколько размер буфера именно у вас. Потом, смотрите, вот тут вот есть категории. Некоторые советуют все здесь отключить. Я не советую все здесь отключать. Я не буду вникать в подробности, почему. Не буду говорить различными заумными словами. Просто скажу вам, что не стоит этого делать, потому что в противном случае, если убрать здесь все категории, то, возможно, ваша батарея начнет просто таять на глазах. Это, так сказать, проверено на личном опыте, поэтому не советую вам этого делать категорически. Итак, смотрите. То есть, что мы сделали? Мы сделали именно непосредственно разбер буфера для каждого процессора. Поставили максимальный. Вот это вот нужно сделать каждому. Итак, ребят, теперь покажу еще одну настройку, в которой вот мы и можем ускорить все приложения. То есть, вот сейчас мы в целом ускорили вообще работу самого смартфона. То есть, что бы мы на нем не делали, он будет работать максимально лучше и быстрее. То есть, мы увеличили размер буфера. А теперь мы можем ускорить конкретно каждое приложение. И найти нам нужно пункт, который называется «Настройка графического драйвера». Итак, поднимаемся вверх и опять все это дело пролистываем. «Настройка графического драйвера». Переходим, ребят, сюда. И, как вы видите, смотрите, можно включить сразу для всех приложений. Включить для всех приложений. А, можно только по умолчанию. Вот видите, какие хитрые разработчики. То есть, смотрите. Например, вы хотите ускорить приложение под названием «Five Post». Вот оно у меня, да. Выбираем «Five Post». И смотрите, что у нас появляется. По умолчанию системный графический драйвер. Если вы выберете по умолчанию, ну, как вот стоит у всех приложений, как вы видите, стоит по умолчанию. Это значит, используются, так сказать, средние стандартные там настройки по производительности для каждого приложения. То есть, смартфон не отдает максимум, который может на это приложение. Но если вы поставите системный графический драйвер, ребята, вот тогда смартфон начнет выжимать из себя все в тот момент, когда приложение «Five Post» будет запущено. Ну и, соответственно, вы можете пройтись по всему списку своих приложений и для каждого приложения настроить максимальную работу смартфона. Ну, то есть, приложения, которые вы считаете нужными, важными для себя, вы можете таким образом, вот, так сказать, настроить и чтобы они работали максимально производительно и максимально мощно. Я думаю, это важно, ну, для многих, как бы, позволит на даже таких средних, стареньких смартфонах выжимать из него максимум на определенные приложения. А мы, в целом, с вами пользуемся разными приложениями, поэтому, какие конкретно так сделать, это уже решать вам. Ну, суть, я думаю, вам ясна. Если у вас, ребят, вдруг остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, конечно, мы на все ответим. Вот такие вот две важные настроечки для производительности вашего смартфона, которые нужно активировать. И, кстати, напишите, знали вы про них или не знали, и получилось ли у вас их активировать или нет. Я думаю, многим будет интересно посмотреть на эту, так сказать, статистику. Спасибо большое, что вы с нами. Увидимся в новых видео. До новых встреч.